и всем здарова ребятки у микрофона как всегда сомпы и я продолжаю говорить новую бесконечное лето last in summer и сегодня я буду проходить мод под названием дневник прошлого княжи если впервые на канале дружище красную кнопку сделай серый напиши комик прожми лайкосик при этом просмотрите аппетита и погнали прошлый мод ссылочка будет на него в описании на это видео мне опять снился сон этот сон я уже не понял сколько дней и недель подряд он повторяется как всегда на утро все забудется хотя может быть оно и к лучшему останутся только туманные воспоминания каких-то воротах статах пионерах и странной девочки которая постоянно спрашивает меня прям как в оригинале интересно ты поможешь мне помогу но с чем и кому да и где я вообще нахожусь конечно если бы все происходило на самом деле на его то стоило бы непременно помочь ну конечно как иначе но это всего лишь сон тот самый который я вижу каждую ночь все равно сон однако я здесь не просто так не обязательно знать где и почему чтобы понять что что-то происходит нечто отчаянно требующим его внимания ведь здесь все такое реальное реальное настолько насколько реальные вещи в моей квартире я бы мог открыть ворота осуществлять петель смахнуть рукой всыпающийся ржавчину потянут носом свежий морозный воздух и поежиться от холода мог бы но для этого надо сдвинуться с места сделать шаг пошевелить рукой а ведь это сон и даже если я это и понимаю то сделать ничего не могу ведь здесь словно по ту сторону старого телевизора из последних сил борющегося с помехами и старающегося показать зрителям все не упустит ни малейшие детали но четкость картинки все меньше наверное скоро просыпаться может быть простите у него что-то у той девочки как же ее зовут например про звезды хотя почему про звезды можно же спросить про ворота да про ворота вот она удивится хотя лучше про любимый цвет наверное хороший цвет хотя почему наверное все цвета хорошие и какое отношение буквы цвета и звезды имеют к этого места ведь если мне каждую ночь снится этот сон а проснувшись я ничего не помню то это значит что надо искать разгадку здесь сейчас пусть и во сне во сне всегда больше волнует неестественный цвет травы невозможная кривизна прямых и отражения в камне они реально опасно готовы оборвать все здесь сейчас естественно ведь здесь нельзя умереть или можно надо будет спросить у этой девочки на местное значит должна знать да именно спросить например про сову больно уж пить и странная точно он сидит на чем она сидит если там нет ни забора ладно ты поможешь мне и каждый раз надо отвечать иначе никак иначе сон не закончится а я не проснусь но этим поможем я не знаю каждый раз так сложно решить что же это где я что я сделаю кто она такая и почему от ответа на этот вопрос зависит так много в моей жизни или не зависит в конце концов ведь это просто сон ведь так смысл что-то выбирать друзья если мод называется дневник прошлом и все равно что в прошлом будем но похоже очень на оригинал начало оригинал экран монитора смотрю на меня словно живой когда мне казалось что инструмент неодушевленный кусок металла и текстолита в наших отношениях не он но я наверное в этом была доля правда ведь компьютер на 90 процентов обеспечиваю общение с внешним миром последний год телеграммные чат и дискорд иногда вконтакте или skype реже анонимные знакомства или даже дота и все люди сидящие по ту сторону сетевого кабеля кажутся такими реальными до момента пока экран монитора не погасит и ты не останешься на ней с собой если посмотреть со стороны на моё существование то такие мысли покажется не столь уже бредом и хотя какой-нибудь психолог наверняка поставил бы мне кучу заумных диагнозов а возможно и выписывал направление в желтый дом маленькая квартирка в которой не наблюдалось не не то что следов какого бы то ни было ремонта но и даже подобие порядка и всегда одинаковый вид из окна на сиро вечно куда-то бегущий мегаполис вот сумма и повседневной жизни иногда просыпаюсь от ощущения того что стены сдавливают мне со всех сторон голова раскалывается нужно выпить таблетку все началось далеко не так я как все обычные люди родился пошел в школу окончил я не сказать что мы она очень хорошо но и неплохо поступил издет отучился на работаю на паре тройки разных работ иногда даже неплохо иногда получает достойные деньги переехал в москву однако все это было ничем да не тем я не счел бы на ту жизнь и все это словно зациклились на каком-то этапе продолжала идти по кругу как фильме день сурка только у меня не был выбора как именно провести этот день и каждый раз все повторялось по одной и той же схеме схеме пустоты и уныния и отчаяния последний год я просто целыми днями сидел за компьютером в общем-то за это я и получил деньги на улицу я практически не выходил а все мое все мое общение с людьми сводилась к интернет посидевоком с знакомыми в к и каткам в играх я никогда не был социальным человеком но уже определенное время меня мучает тоска смешение исполняющим разочарованием себе или в мире может быть как кто-то с меня когда-нибудь напишет роман который станет классикой современной литературы или создаст игру со мной в качестве главного персонажа смешно впрочем я и сам пытался писать кажется даже получаешь на все ограничилось поэзией короткими рассказами пытался также изучить и множество других вещей рисовать не мое программирование мало нервов иностранные языки долго и скучно люблю разве что читать и фотографировать даже могу себя назвать эрудированным человеком возможно еще и а сам просмотрю аниме прям пидорасом ой сегодня очередной типичный день моей типичной жизни и сегодня мне нужно забрать посылку на другом конце города врате говоря желание не было ни малейшего на новая клавиатура пришла не в то отделение вот черт сначала потому что сегодня меня будет сопутствовать не вначале на пассаже своих руках я понял что это был грязный серый код можно превьюху взять этого кота прикольно я всегда любил зиму наверное это издержки жизни на севере я ненавижу зиму вечер мороз остановки и ожидания в том что он сегодня задерживался так сильно что я уже был готов клюнуть на все и потратить последнюю тысячу на такси в голове как всегда роились миллион мыслей из которых вот совершенно невозможно выудить хотя бы одну стоящую такую которую можно закончить привести в порядок обличить форму идеи и притворай притворить в жизнь может быть заняться бизнесом но откуда возьму деньги или пойти опять работать в офис нет уж на удаленке в разы удобнее может стоит попробовать фиро фриланс но это ведь так не надежно вдруг мне вспомнилось детство или скорее юноше 115 17 лет почему именно это время я даже и сам не мог ответить на этот вопрос наверное потому что тогда все было проще не нужна была лишняя мотивация для принятия таких сложных сейчас таких простых тогда решений проснувшись с утра я точно знаю чем будешь заниматься весь день выходные ждал с нетерпениями тогда можно будет отдохнуть заняться любимыми делами делами а потом когда наступит новая неделя вновь подняться за учебу или продолжить отдыхать ведь раньше не возникало этих мучительных вопросов зачем кому это надо что изменится если это сделали что не изменится простой поток жизни такой привычный для любого нормального человека и такой чуждый для меня теперешнего валяя беззаботного детства и первых влюбленностей сейчас я наверное даже не верю в любовь может хочется познакомиться с девушкой только подходящих я давно не встречал хотя где бы я их смог встретить звук работающего двигателя у меня из размышлений подъехал автобус какой-то он не такой пронеслось у меня в голове впрочем какая разница поэтому маршрут уходит только 410 мы отправляемся в соленок наверно огни пролетают мимо их холодный словно свет словно зажигает где-то внутри меня что-то большое светлое и не зажигает а просто пробуждает ведь это уже давно сидела внутри это тихая то затихает а просыпаюсь вновь опять эта мелодия теперь радиоприемники у водителя иногда мне кажется что она может что она меня преследует я смотрел за потевшие окна автобуса на проезжающими у машины ведь люди куда-то спешат видим что-то нужное погруженные свои дела не задумываются вопросах мучащих меня возможно у них тоже есть свои серьезные проблемы может им живется намного лучше знать наверняка нельзя так как все люди разные или не разные бывает что поступки какого-то человека легко предсказуемы но пытаясь заглянуть в него душу видишь только не проглядную тьму автоус приближался к центру и мои мысли нарушил яркий свет огней большого города сотни горячих рекламных вывезок тысячи машин миллиона людей я смотрел на это свое светоподставление мне почему-то безумно захотелось спать глаза закрылись всего на полсекунды и день 1 друзья вот он дарил яркий дневной свет сначала я не обратил на это особо внимания так как еще не до конца то что тосно ноги сами понесли меня к двери черт похоже проспал свою остановку на двери не было я глядя в автоус и понял что это непривычный мне потрепанный видавший ледуляс сам настоящий карус тут же меня снова сквал ужас как что я умер меня похитили нет уж не умер я принесли хороочно ощупывать ситуацию от тела несколько раз больно ударил ладанью по щекам и сильно привожусь к лобом и спину кресла так друзья я предлагаю похождение наши вставилки уже продолжить следующей серии так что друзья нажимайте лайкосик точно поставил сладкая жизнь глава так называется прикольно вот друзья подписывайтесь на канал если впервые чтобы не просить продолжение по этому моду много других модов и других игр с вами был всего play всем удачи друзья и всем пока пока